Приветствуем сегодня на этой трансляции «Молитва за Америку и народы». Меня зовут Волтер Зигаревич, и сегодня у нас особый-особый гость из Новой Каховки, Херсон, Украина. Брат Сергей, добро пожаловать, и прежде чем пойдем вперед, хотел бы попросить, чтобы нажали на кнопочку, которая не вас, а людей других, не вас, брат Сергей, а наших людей, которые смотрят, чтобы поделиться этой передачей по Фейсбуке. Если вы смотрите на YouTube, пожалуйста, поделитесь контактом или этой передачей с вашими друзьями, чтобы они участвовали вместе с нами, молились, и сегодня особая молитва будет за Украину, потому что Украина нуждается сегодня в Боге. Мы все нуждаемся в Боге, но Украина имеет особые нужды. Пастор Сергей, очень рады видеть вас. Я знаю, что вы были в очень-очень сложных обстоятельствах, и мы рады, что Господь вывел вас, вашу жену, и вы можете быть в свободе сейчас. Но, брат Сергей, пожалуйста, поприветствуйте народ. Да, я приветствую всех, кто смотрит меня. Я действительно пастор церкви с города Новой Каховки, Херсонской области. Я рад участвовать в этой конференции и рассказать действительно о той ситуации, с которой мы реально столкнулись. Вот именно в эти дни и в этот период оккупации, в который мы попали. Ну да, вот так вот. Брат Сергей, я знаю, что мы много слышим сейчас в Мариуполе, других мест, очень тяжелые места, и мы молимся за людей в этих местах. Но Херсон был захвачен с самого начала, и ваш город, может быть, даже самый первый. Так что, я думаю, что интересно людям услышать от вас, что случилось. И оно, конечно, очень быстро все случилось. Но что случилось в вашем городе для тех, которые, может, не были в курсе того, что было в Новой Каховке. И есть сейчас, конечно, ситуация в Новой Каховке. Ну, расскажите нам немножко. Да, я расскажу, конечно, с удовольствием поделюсь тем, что мы пережили в своей жизни. То есть, это очень важно рассказать, чтобы, ну, конечно, нас поняли. Вот, наше внутреннее состояние, то, что мы на самом деле переживали. Вот, все началось где-то в 4 часа утра, около, ну, где-то в 4.30 где-то так. Вот, ударили сперва ракеты, мы спали, вот, и ударили ракеты по воинским частям. Вот, мы проснулись от взрывов, которые были несколько, их было несколько, по-моему, даже 3 штуки. Вот, были взрывы. И я не верил вообще на самом деле, что вообще это такое возможно, что действительно пришла война. То есть, моя жена, она сразу начала плакать и сказала, что это война. Я ее как-то утешал, вот, все время говорил, да не, не может быть, это не война. Вот, и нам по телефону там говорили некоторые вещи, что-то там какая-то заправка взорвалась. Вот, ну, конечно, в заправке так не взрывается. Потом еще один был взрыв. Вот, и мы поняли, что это что-то, ну, что-то произошло не то. Вот, и сразу же, конечно, мы увидели, когда мы, ну, мы, как обычно, собрались и поехали на работу. Вот, жена моя, она работает в больнице в инфекционном отделении, вот, связанной с коронавирусом. Вот, а я работаю электриком в колледже, где учатся дети, вот. И когда мы приехали, то мы увидели очень огромные очереди за бензином, вот. И мы поняли, что что-то происходит в нашем городе. То есть были огромнейшие просто очереди, вот, и сразу же были очереди во всех магазинах. Начали люди массово скупать продукты питания, начали люди массово скупать все, что только было возможно. Вот, и, ну, мы не знали, что делать. Вот, в общем, будем говорить так. Ну, мы были на работе, и вот мы смотрим по Ютубу, значит, у нас там даже камеры были зафиксированы. То есть где-то приблизительно в 11 часов утра, вот, мы увидели колонны, уже колонны этих войск с буквой «З». Вот, уже увидели на подступе уже к нашему ГЭСу. То есть там у нас камеры стоят, и мы по этим камерам онлайн, мы смотрели, как эти войска движутся, они подъехали уже к ГЭСу. И буквально через несколько минут уже был флаг российский поднятый на ГЭСе. То есть в 11 часов мы попали уже в оккупацию. То есть уже, ну, уже было нельзя как-то нормально себя чувствовать. Вот, и как-то что-то делать. Мы даже не знали, что правильно, как правильно. Вот, то есть они пришли к нам без единого выстрела. Так что, извините, в 4.30 утра первые взрывы, а в 11 часов уже висел флаг прапорта Российской Федерации над вами. Так точно, да, так и было. Вот, и этот флаг, да, то есть вот так вот было. То есть мы даже не успели ничего понять, мы даже не успели ничего, ну, даже сообразить, что нужно делать, что и как что делать вообще. То есть это было для нас непонятно. То есть это, конечно, были вертолеты. Вот, еще в это время, вот, допустим, с 4.30, но это не все рассказывают, как бы, с 4.30 до 11 над нами пролетали сверхзвуковые самолеты и сбрасывали бомбы на воинские части, на наши. Вот, мы это все видели и, ну, все это переживали. То есть, ну, мы не знали, что делать просто. Ну, мы, то есть по городу не бомбили, а вокруг это было вот такое, ну, такая вот, короче, вот такая быстрота. Вот, наши, наши, наши воины остановили их уже через ГЭС, когда переезжаем, там село Веселое и Казацкое. И вот там был уже бой с нашими украинскими частями. Вот, он длился где-то приблизительно неделю. Вот, и это были обстрелы, это были бомбежки, вот, это были взрывы, то есть, ну, вот такое вот. Вот, и, а оно, когда начали, оно, когда начали стрелять, когда начали уже, ну, эти разрывы, все снаряды, все летать, вот, ракеты и все остальное, то мы с семьями, это, ну, моя семья и семья моего сына старшего, вот. Вот, мы приехали в подвал, вот, как бы быть, чтобы, потому что, ну, невозможно было, то есть, только ты выходишь с бомбоубежища, опять взрывы, ты опять бежишь с бомбоубежища. Ну, мы решили, как бы быть в подвале, чтобы, ну, ну, не бегать туда-сюда, вот. Вот, и мы были в подвале где-то приблизительно 10 дней, вот, 10 дней мы были в подвале, вот, ну, и там, вот, это все время мы вот этих обстрелов, пока наши, наши солдаты, они там, ну, сражались, вот, то мы были в этих подвалах. Ну, вот так вот, как бы происходило. Вот, это то, что можно сказать. Так что у вас, у вас на улице ишли, ну, бои ишли по улице во время, когда вы были в подвале? Нет, боев на улице не было, но летали просто, они, получается, стали все за городом, ну, то есть войска российские, нас окружили со всех сторон, они стояли в городе, это были грады, вот, они с градов били, вот. Вот, и были артиллерия, которая стояла за городом, и они стреляли, ну, и наши, конечно, в ответ давали, но по городу, по крайней мере, таких сильных прилетов, конечно, не было, вот. Вот, но ощущение мы, ну, это нельзя передать, то есть оно как будто где-то взрывается, а где взрывается, не поймешь, вот, и поэтому мы… Да, не знаю, над головой или где-то дальше, потому что звуки идут, самолеты, вертолеты летают, так что вы были в подвале 10 дней, и что случилось, когда вы вышли? Ну, первое, что я хочу сказать, допустим, ну, когда мы вышли из подвала уже, то мы поехали уже к себе домой, в Таврийск, потому что мы живем не в самой Новой Каховке, а в Таврийске. Но мы рисковали очень сильно, потому что, ну, до нас доходили определенные вещи, то есть в первый же день, как только мы были оккупированы, в первый же день была расстреляна машина просто мирных жителей, вот, они ехали с работы, это был начальник водоканала с водителем, они просто ехали с работы в гараж, вот, их просто расстреляли, вот, водитель погиб, начальник остался, ну, живой, вот, затем у нас было расстреляно полностью два буса, были расстреляны полностью со всей семьей, то есть два бусика, набитые детьми, это были взрослые дети, и все были расстреляны, два буса, это было в первый же день, это не было там в какой-то там длинный день, и поэтому мы очень сильно переживали ехать по этой дороге домой, потому что именно на этой дороге они расстреляли людей, вот, и когда мы уже решили через 10 дней поехать домой, мы ехали очень аккуратно, вот, и мы по дороге видим эту машину, которая расстреляна, вот, и мы сворачиваем просто в другую сторону, объехали это все, вот, ну, страх был, конечно, очень большой, вот, но мы доехали домой, вот, Господь сохранил нас, мы приехали к себе в Таврийск, в свой дом, вот, ну, и потом мы поняли, что мы уже совсем, как бы, в другом месте, где нет покоя, где нет мира, вот, где нет уже ничего хорошего, ну, вот так вот, как бы, оказались. То есть ощущение внутри, это нельзя, ну, как передать такими словами, это надо просто, наверное, пережить, потому что, ну, то, что мы переживаем, это, это, во-первых, это духовно, то есть я человек понимаю, что мы люди все духовные, и я чувствовал этот, эту атмосферу, она меня так сковала, что я не мог, первые особенно два дня, я не мог ни молиться, я не мог читать Библию, я не мог вообще ничего, меня просто трусило, вот, я не мог спать, я не мог есть нормально, вот, ну, это было такое состояние, состояние, то есть это было не просто состояние физическое, это было состояние духовное, то есть и с каждым днем меня просто сжимало все больше, больше и больше, вот такое ощущение. Да, пастор Сергей, если кто-то подключился только что, пастор Сергей из Новой Каховки, Украина, это Херсонская область, Украина, пастор Сергей, он рассказывает, что случилось, когда в этом городе, Новая Каховка, где по-первых, мы знаем, что Российская Федерация заняла, захватила этот город, и мы знаем, что были очень-очень печальные и, конечно, очень сложные моменты, и я думаю, что мы только что слышали от пастора Сергея, это очень важно нам понять, это мы не можем, мы кто не в той ситуации, нам трудно понять, что случается с человеком в таком обстоятельстве, как пастор говорил, хотя он пастор, он лидер над другими людьми, но в этот момент он был так шокированный, то даже не знал, что делать, молиться или читать Библию, что делать, не мог спать, не мог, кушать, так что оно такое, что не можно объяснить другим людям, но он именно это пережил, и если он это пережил, то мы знаем, что не только он, но многие другие, и по этой причине, это то, что я говорю людям, день за днем сесть на этой передаче, во вторник делаем на русско-российской мове, другие дни мы делаем по-английски, раз в неделю по-испански, но что я говорю, что очень-очень важно молитва хататайса, молитва наша, наших братьев и сестер, потому что в такой момент они даже не, как бы не соображают все, что окружает их, они шокированы, но наша молитва, она поддерживает, Бог защищает, и Бог действует через нашу молитву по этой причине, верующие, которые слышат эту передачу, пожалуйста, не переставайте молиться, молитва очень-очень сильная, очень важная, и когда вы слышите это свидетельство, я думаю, что нам нужно понять еще больше, как важно, что мы молимся и должны далее молиться за наших братьев и сестер, потому что есть и другие в таких обстоятельствах прямо сейчас, брат сейчас в свободе, но я думаю, что он нам расскажет, что есть много людей, которые остались, а которые там, они в этих моментах проходят то, что он прошел, есть места захваченные везде по Украине, но я говорю на юге, на востоке, и мы должны далее молиться за наших братьев и сестер, изо всех людей, извините, Бастор Сергей, что я вас перебил, но я хотел сделать этот удар, потому что иногда люди спрашивают, ну, как нам молиться, и вопрос, конечно, приходит, есть что-нибудь, эти молитвы, что-нибудь они как бы-то делают, конечно же, делать, это очень важно, я хотел, чтобы люди знали, потому что эти моменты я слышал от вас, я слышал от сестры Алены, я слышал от других, которые в этот момент просто как бы в шоке, человек не знает что и как, потому что он не ожидал того, что случилось, и сначала даже не верится, что оно случилось, а потом начинаешь соображать, что действительно оно случилось, а теперь что и как, и где оно останется, и как оно будет далее, так что продолжайте, брат Сергей, пожалуйста. Да, хочу еще продолжить, но это был не конец, конечно, это только было начало всех тех ужасов, которые мы дальше уже переживали и уже в своем доме, то есть, конечно же, мы не знали, работать нам или не работать, то есть, работы у нас вдруг не стало, вот, деньги еще пока не были, но в магазинах начали люди просто массово все скупать, это было, ну, просто, это называется ажиотаж, наверное, вот, и каждый день мы, каждый день это были ракеты, это был взлет ракет, потому что там на нашей территории они поставили ракеты для того, чтобы стрелять по нашим воинам, по нашим войскам, вот, и каждый раз, когда мы ложились спать, вот, где-то там или вечером, или утром уже, вот, постоянно были эти взрывы, постоянно были эти взлеты этих ракет, и каждый раз мы содрогались, каждый раз мы просыпались, вот, и, ну, это просто, ну, невозможно даже нормально, ну, расслабиться, ну, как бы это сказать так по-человечески, то есть, нормально лечь и нормально встать, то есть, ты не можешь нормально лечь, потому что они стреляют, и во время ночи, если они бахнули там ракетами, то ты уже не можешь дальше уже спать, уже все, то есть, и ты вот это вот в этом состоянии находишься, вот, и дальше что, дальше мы делали, мы делали что, выходили утром рано для того, чтобы можно было купить какие-то продукты питания, то есть, это за каждым продуктом питания, то есть, если вы можете, ну, это представить, допустим, да, то вот хлеб, допустим, мы уже начали просто записываться, вот, это было 250-300 человек каждый день, вот, записываются люди, становятся в очереди, по одной булке в руки просто привозили этот хлеб, вот, вот, если ты хотел что-то еще купить, тебе нужно было еще очередь занять, вот, и еще стоять, вот, то есть, и так каждый день практически мы занимались именно тем, что вот мы ходили и покупали продукты питания, вот, для себя, то есть, все поисчезало, началось все такое, и, конечно же, оно началось, эти все перебои и так далее, вот, вот в таком мы состоянии. А продукты, как они достигали, скажем, если оккупированы российскими войсками, откуда эти продукты еще из Украины или по месту, скажем, пекли хлеб в городе, это, или были склады, которые еще имели пищу, потому что оно как-то, это все изменилось, и, скажем, из Украины уже невозможно увезти туда продукты, я думаю, а из России где и как, из Крыма или как, что, ну, может быть, даже сами не знаете, как и откуда, но интересно это. Продукты были, это то, которые остались на складах, и все. То есть, вот, они заканчивались, то есть, заканчивались, допустим, сахар закончился, его уже нет, вот, мука закончилась, тоже нет, вот, вот, все, что есть, это люди, которые, вот, на сегодняшний день, я вот только что связывался с Новой Каховкой, вот, и что у них там есть, это вот те люди, которые там держат своих, там, поросят, свиней, вот они продают это мясо, вот, и молоко привозят бесплатно, бесплатно там кто-то занимается молоко, вот, возят людям, хлеб выпекают в местных пекарнях, вот, это вот все, что можно, допустим, на сегодня, и картошка, вот, это все, что можно еще купить, потому что это у людей запасы остались. Вот, так остальных продуктов питания, ни химии какой-то, ничего этого уже просто нет, вот, поэтому, вот, в таких вот состояниях, вот, в таких условиях, ну, как бы мы жили, вот, и мы начали думать просто, ну, как бы уже задумываться над тем, ну, что уже будет дальше, ну, как нам быть дальше, как нам, как нам вести служение, как нам, что нужно делать вообще, ну, то есть, мы даже не понимали вот в этот момент, и вот мы начали просто об этом задумываться уже, вот как и что делать вот и в этом поиске мы поняли что этим людям вот которые к нам пришли с оружием в руках вот мы вообще не нужны ну вот как украинцы то есть как украинцы мы их вообще не интересуем то есть они занимаются своим они делают то что они хотят они нас не вообще ни о чем не спрашивают вот и у нас в городе люди вышли на мирную демонстрацию протеста вот и в этом участвовало где-то около пяти тысяч человек это была колонна ее никто не собирал люди просто сами вышли с флагами украинскими вот и они просто заявили свою позицию они сказали ребята ну уходите мы не звали вас сюда мы нам не надо ничего вот мы хотим просто чтобы здесь была украина и все вот поэтому мы не принимаем ну ваши какие-то там требования какие-то условия вот ну вот так вот было у нас вот так но это это что этот митинг или это там это колонна людей это было в новой каховке или потому что я знаю что это было в хорсоне в городе хорсоне но у вас тоже в новой каховке было так так это было в новой каховке да в новой каховке это это было такое что ну это было спонтанно и просто люди сами просто со всего города вышли а этим людям Потом их арестовали, их искали, их забирали. Что случилось после этого? Их начали, да, их начали, короче говоря, начали исчезать просто они. Их начали по ночам вылавливать, и исчезали люди. Вот начали исчезать те, кто поддерживает, те, кто там начали проверять мобильные телефоны, смотреть, если находили что-то такое связанное, даже кто-то снимал видео с этой демонстрацией, то этих людей сразу арестовывали и отвозили в неизвестном направлении. То есть что с ними мы, ну, не знаем. Поэтому люди просто уже перестали выходить, но мы один раз вышли, мы перестали там выходить, потому что просто люди начали исчезать массово. Ну, вот так. Для тех, которые географию не понимают, Новокаховка очень стратегическое место. По какой причине, скажите людям? У нас находится ГЭС, это Новокаховская ГЭС. И у нас находится управление Северокрымского канала. То есть с Днепра вода по Северокрымскому каналу идет в Крым. Вот. И эта вода была перекрыта. И когда русские зашли, они в первую очередь заняли ГЭС, заняли управление Северокрымского канала, взорвали дамбу, вот, и пустили воду в Крым. Вот так. Да, и теперь мы понимаем, почему взяли Новокаховку в первом месте здесь. И понимаем, что это очень стратегическое место. Ну, когда это все случилось, вы смогли еще проводить богослужения, какие-то молитвы, богослужения с людьми. Как оно было в это время? Да, мы проводили еще, когда мы уже, ну, немножко пришли в себя, это где-то уже, ну, через, может быть, даже через, ну, полмесяца где-то, через дней 15, вот так, ну, полмесяца прошло вот этого всего. Вот, когда они уже там поставили блокпосты, когда мы уже начали, поняли, что можно проехать через эти блокпосты, потому что никого не пропускали, а расстреливали. Вот, потому что колонны из Крыма, и мы их видели, эти колонны, которые и шли просто, ну, просто не переставая, они двигались и двигались и двигались, это военная техника. Вот, она двигалась через ГЭС и в направлении Херсона и туда дальше. То есть, и она и шла постоянно. Вот, и после того, как она уже перестала, это все движение, тогда нам, как сказать, дали этот путь, открыли и дали возможность выехать с этого города Таврийска, даже чтобы мы могли приезжать в Новую Каховку. Потому что служение у нас и церковное здание, вот, которое мы не успели достроить, уже и крыша была у нас готова, и все должно было состояться, вот, но не состоялось. Вот, не успели мы накрыть крышу, вот, на церковном здании. Но у нас есть подвал, где мы проводили служение, вот, и мы приехали туда и начали это делать. Вот, начали проводить это богослужение. Несколько раз мы провели, вот, раза три где-то так мы провели, вот. Вот, и потом, когда уже появилась уже новая администрация, вот, мы поняли, даже мы уже начали это понимать, что они уже ищут. То есть они начали искать сперва, значит, тех людей, которые участвовали в АТО, вот, военных, которые служили. Вот, они начали их арестовывать, вот, мешки на голову и увозить. Затем они начали это делать с мэрами городов, вот, с теми людьми, которые с ними были несогласны или как-то были против, которые во власти были. Они их тоже увозили вместе с семьями, вот, им надевали мешки на голову, вот, и увозили их в неизвестном направлении. И что с ними происходило, мы не знаем, вот, но мы поняли, что скоро они возьмутся просто за нас. Ну, то есть мы внутри это чувствовали, раз они начали это делать. То есть им нужны были люди, которые бы поддержали вот это ХНР, вот, и которые бы сказали, что да, вот, нам это надо. А люди их не поддержали, люди сказали, нам это не надо, и никто их не поддерживал. То есть им говорили, зачем вы здесь, зачем вы сюда пришли, вот, но они продолжали все равно свое делать. То есть мы поняли, что следующими будем мы, вот, потому что они обязательно придут в церковь. Вот, и что так и случилось, так как мы говорили, это было, ну, от Господа, потому что мы начали молиться и говорить, Господь, что нам нужно делать, и как себя вести дальше. Вот, и Господь дал вот это понимание, что нужно просто отсюда уехать, потому что, ну, потому что, ну, ничего не произойдет хорошего здесь, вот, только все будет хуже и хуже. Ну, мы это чувствовали внутри и понимали это. И мы начали об этом молиться, вот, и Господь нам дал звоночек, вот, через пастора Виталия, вот, дал звоночек нам. И он нам позвонил и сказал, вы не думали бы, ну, не думайте, как бы, что, как вы думаете, что нужно делать, может быть, стоит уехать, вот, покинуть эту территорию. И мы молились, и до этого Бог нам дал, мне сон дал, вот, и жене моей Бог тоже сказал в сердце, вот, и затем потом на следующее утро, когда Бог показал мне сон, вот, я проснулся и прочитал 29-й Псалом, где было написано, что я поднимаю вас и увожу для того, чтобы враги ваши не восторжествовали. Вот, это был такой стих, тот, который мне лично, ну, как бы, Бог вот так сказал через свое слово. Вот, и я понял тогда, что нам нужно уезжать, вот так вот. Вот, и, конечно, это было страшно, это было, мы даже не знали, как это делать, мы не понимали, как уехать, потому что на машине мы даже не знали, куда ехать и что делать. Но Господь за два дня до того, как мы получили это откровение, Он открыл путь, то есть, стал ездить рейсовый автобус с Новой Каховки в Херсон. Вот, и этот путь, вот, он оказался, то есть, и мы записались на этот автобус, вот, и записались со всеми, ну, со всей семьей, сели в этот автобус и поехали, вот. Вот, это тоже приключение, которое, ну, если рассказать, то, конечно, ну, если надо, то можно и это рассказать, чтобы люди знали и понимали, ну, кто к нам пришел вообще, или что это за люди такие. Вот. Так что, у вас, вам стало опасно, потому что уже арестовали лидеров, скажем, мэра города, не только вашего, и других городов, и они ищли уже за людей, как вас, как, ну, особо верующих, но еще больше за лидеров, за пастеров. И вы уже это чувствовали, вы молились, и вам было открыто, что вам нужно выезжать, но это сложно, как, куда, в какую сторону машину, как можно выехать. И как раз появился, или начали рейсы прямые автобусы из вашего города, с Новой Каховки в Херсон, и вы записались, и решили выезжать. Когда вы записали, у вас не была тревога в том, что, может быть, они найдут по списку вашу фамилию, и вас, может, будут задерживать. Была тревога, очень большая тревога, мы очень сильно переживали, вот, потому что нужно было проехать 15 блокпостов, вот, и на каждом блокпосте нас, особенно мужчин, выводили с автобуса, вот, заставляли нас, ну, некоторых там раздеваться, допустим, да, вот, они смотрели на колки, смотрели, ну, если на теле тут, допустим, какие-то там синяки, или что-то от прикладов, и так далее, и тому подобное. Вот, и списки у них были тоже, и по спискам они проверяли, но вот так вот. То есть, и нам, мы проехали вместе 15 блокпостов, вот, до Херсона. То есть, и каждый раз это, ну, буквально там минут 15-20 едешь, и блокпост. Минут 15-20 едешь, и блокпост. Вот, и это все было вот так на протяжении всей вот этой вот дороги. Вот, и мы так вот, таким образом приехали в Херсон. Вау. И когда вы приехали в Херсон, что случилось там? Потому что я знаю, что Бог как-то проявил чудо в тем, чтобы дали выехать из Херсона. Да. В Херсоне вообще, ну, из Херсона было невозможно выехать, потому что везде и шли бои. То есть, надо было ехать через линию фронта. Ну, получается так. Вот, и мы, мы даже не понимали, как ехать, куда ехать. Вот, этот путь не был еще никем открыт, вот. И это чудо от Господа, потому что перед нами выехали наши же братья и сестры со Снегиревки. Это Василий и Наташа, вот, пастора в церкви Снегиревка. Их там очень сильно бомбили, здание церкви разбомбили снарядами. Вот, оно было разрушено, и они также решили выезжать, и они просто чудом выскочили. Вот, и выехали, и потом они звонят нами, говорят, здесь можно выехать. Вот, и мы когда приехали, уже пастор Виталий приехал за нами на двух машинах. Мы быстро сели и начали ехать. Ехали мы даже не знали, ну, мы вообще не знали этого пути, вообще, первый раз. Это просто благодаря тому, что пастор Виталий, он знал эту местность очень хорошо. И он мог по этим полям, вот этим вот, выезжать. Вот, там тоже были блокпосты, мы проезжали эти блокпосты. Вот, но когда мы уже проезжали линию фронта, это тоже были полевые дороги. То есть там могли быть и мины, там могли быть, ну, и могли стрелять. Но в этот день просто никто не стрелял. И мы переживали, чтобы не было на этих дорогах ни мин, ничего. Но мы проехали, там мин не было. Вот, и, ну, это просто чудо Господне. Я думаю, что это молитвы святых, которые просто молились за нас. И вот, и мы могли выехать. И когда мы увидели уже, ну, вот наши ощущения. Когда мы увидели наших воинов с украинским флагом, вот, у нас были слезы на глазах. Потому что это были совсем другие лица. Это были совсем другие, ну, совсем другое отношение. Они какие-то добрые, они приветливые такие. Они совсем по-другому выглядят. Те, с которыми мы сталкивались, это, ну, это просто какой-то дух злобы какой-то. Они просто в нас видят, они в нас не видят вообще украинцев, они видят в нас врагов. Вот и все. Они просто на нас не смотрят, как на народ. Они смотрят на нас, как на врагов. Вот и все. Вот так вот было. То есть мы проезжали там один блокпост, где были уже, ну, даны списки. И нас долго там проверяли, но по этим спискам нас не нашли. И когда мы выехали, то нам сказали, что мы уже, как пастера, уже были в электронных списках. Но так как у них на этих блокпостах не было вот этих вот компьютеров, то наши, они не просто, там наших фамилий не было еще. Вот. Но мы уже там были. Вот. Уже в электронном, то есть когда мы ехали на пути, нам звонили по телефону и сказали, что мы уже в списках, как разыскуемые. Вот. Поэтому вот так вот, вот такая ситуация. То есть Господь нас вывел вот таким вот образом. Вот из этого места. Слава Богу. Бог вас вывел. И вы сейчас в свободе. И Бог вас сохранил, дал защиту. Но мы знаем, что есть много людей, которые еще там, не только в Харсоне, но в Новой Каховке, в других местах в Харсонской области. Конечно, не только Харсонская область, но большинство Запорожской области захвачены тоже. Мы знаем, что ситуация, где неизвестно куда забрали некоторых лидеров, некоторых пастыров. Так что мы молимся и должны дали молиться. Так что Бог приупредил, и Господь повел вас с пастром Виталием, чтобы выехать. И я так понял, что пастыр Виталий еще знал эти пути от времени коммунизма, когда он развозил проповедников по этих дорогах ночами, чтобы они могли спрятаться. И они нашли, когда они проповедовали в разных местах. И он еще вспоминал эти дороги, эти места по полях. И таким путем вы выехали. И слава Богу, вы живы, здоровы, ваши семьи тоже благодарны Богу. Брат Сергей, как нам нужно молиться за людей, которые находятся на территории Харсонской области, Запорожской области, на Донбассе. Есть очень сложная ситуация на Донбассе. И даже еще не говорили о Мариуполе. Мы знаем, что Мариупол очень-очень плохая ситуация. И мы молимся, чтобы Бог каким-то чудом оказал помощь людям в Мариуполе. Не знаю, скажем, со стороны человеческой это невозможно. Но у Бога все есть возможно. Но скажите нам, потому что есть люди, которые смотрят. Ну, может кто-то смотрит по Украине. Может кто-то смотрит в России и удивлен, что такие вещи происходят у вас. Есть люди, может быть, кто-то в Германии или здесь, в Америке, в Канаде, в других странах. Люди смотрят. И я постоянно говорю, молитесь, молитесь, молитесь. И мы слышим о ситуациях, как в ваших. И мы говорим, слава Богу, чтобы Бог дал ответ на молитву нашу и вашу, и других верующих, которые молятся и продолжают молиться. Но расскажите нам, как нам молиться, чтобы больше конкретно молиться о вас и о людей, которые в этих ситуациях, в которых вы были. Да, конечно, я могу сказать вот одну вещь, которая, ну, очень важно, чтобы вы поняли, насколько это, ну, то есть это не пришли люди, ну, а вообще это, ну, как бы люди пришли, вот, но привел их, не человек, привел их враг человеческих душ. Вот, то есть это, это, это демоны, ну, будем говорить так, которые пришли нас убить, как верующих в Бога людей. Вот, поэтому, и еще раз я говорю, да, то есть их не интересует, то есть их не интересуем мы, как люди, как украинцы, то есть мы им вообще не нужны. То есть мы, они могут нас убить, они могут нас, что хотят с нами, то и могут сделать. Вот, они могут разрушить, ну, мы молимся, здесь все пастыра молятся за то, чтобы просто было Божье чудо для того, чтобы, как они пришли сюда, без единого выстрела, вот, на нашу территорию, на территории Херсонской области, так пускай они отсюда и уйдут, чтобы они здесь ничего не разрушали, потому что всякий город, который они оставляют, они его разрушают до основания, они уносят все у людей, забирают, грабят, насилуют, убивают, вот, это, ну, это просто, ну, я не знаю, это изверги, ну, просто какие-то, вот так вот, если будем говорить так, вот, то есть им, им человеческое, что, допустим, там какая-то совесть, о какой-то совести, если говорить, то нет никакой совести там, вот, поэтому мы молимся о том, чтобы Господь просто этим людям, которые пришли к нам сюда, чтобы Он им открыл глаза, то есть то, о чем мы молимся, мы говорим, Господи, эти люди, которые, это воины, воины, это молодые ребята, это и пожилые там есть, это воины или солдаты российской армии, мы молимся, говорим, Господь, открой этим людям глаза, потому что это ложь, которую они сегодня слушают о нас, о нашей стране, о нашем государстве, это ложь, она просто закрыла их глаза, то есть они попали под это, то есть они не видят и не понимают, что они пришли, они говорят, мы пришли вас освобождать, мы говорим, от чего вы нас пришли освобождать, у нас было все, у нас было, у нас были магазины, у нас все было в магазинах, у нас ходил транспорт, у нас все работало, у нас строились дороги, У нас все было, сегодня вы пришли, у нас в магазинах ничего нет, вы все разрушили, все разрушаете, и вы говорите, вы пришли нас освобождать. Поэтому мы молимся, чтобы Бог открыл этим людям глаза, чтобы они правду увидели, чтобы они увидели, зачем им воевать, за что они пришли сюда умирать. Какой смысл вообще в этом? Вообще никакого смысла. И мы им об этом так прямо и говорим, какой смысл, мы не поймем, зачем вы здесь. И некоторые из них, они начинают понимать, благодаря этим молитвам, они начинают говорить и понимать, зачем им воевать, зачем им здесь умирать, на этой земле, за что они это делают. Вот так вот мы молимся, и молимся, чтобы Господь явил свое чудо, потому что мы понимаем, что без Бога ничего бы этого не было, без наших молитв, которые сегодня происходят за Украину, без поддержки, которые сегодня наши люди в оккупации, они очень сильно нуждаются. И я, конечно, хотел поблагодарить всех, кто в этом участвует сегодня, всех, кто сегодня, может быть, каким-то образом даже хотя бы поддерживает нас. Потому что там люди нуждаются и в продуктах питания, люди нуждаются и в лекарствах, медикаментов там нет никаких. То есть люди нуждаются в том, чтобы их кто-то вывез, кто-то им подсказал, как и что делать. Ну, в общем, люди, они в панике, в оккупированной территории. Ну, вот такая ситуация. То есть вот, и мы, конечно, конкретно молимся за то, чтобы Господь дал силу нашим воинам. Вот, потому что если Бог не даст, если Бог не защитит наши города, то напрасно мы будем трудиться. И сегодня вот церковь, она сегодня полностью, ну, будем говорить так, на Украине, она полностью включилась в эту работу. И сегодня церкви по всей Украине, они, ну, они просто делают неимоверную работу. Вот, если бы не было церкви, я вообще не знаю, где бы мы сегодня были. Вот, вообще, вот, то есть где бы мы могли переночевать, где бы мы могли поесть, где бы мы могли остановиться и так далее и тому подобное. То есть мы просто все бросили, уехали без ничего. То есть у нас сумка одна у каждого и все. Вот все, что у нас есть, все, что осталось. Вот, и благодаря церквям, которые сегодня, они включились в эту, ну, очень серьезную работу. Вот, сегодня эти люди, даже все беженцы, они сегодня все проходят через церковь. Буквально все эти люди проходят через церковь. Их одевают, их кормят, их благословляют, им проповедуют, их отправляют дальше туда, куда они там, ну, запланировали и едут. То есть, ну, вот, это вкратце, конечно, так, ну, то... Да, ну, это, да, и это не один человек. Мы говорим о том, что где-то 10 миллионов, может, даже и больше людей, которые где-то не в своем месте. Или на Западной Украине, может, где-то по Европе, даже некоторые здесь вообще в Америке. Но, скажем, что не меньше, как 4 миллиона выехали за границу. Но на самом территории Украины есть миллионы и миллионы, которые по других городах ищут место, где могут побыть временно. И я знаю, что некоторые города почти в два раза увеличились в населении в это время. И это тоже не легко, потому что где можно уместить столько, много людей. Так что вы сказали, что это очень важное, что церковь, верующие люди, это самое большее занимается волонтерами, ввозят продукты, медицины, вывозят людей. И церкви открыли двери, дома и уместили многих, многих. Ну, это тысячи и даже миллионов людей. Так что церковь действует так, как должна действовать. Слава Богу. И это очевидно всем людям, что церковь Иисуса Христа не только любит словами, но и делами. Это очень важно в этот момент, чтобы люди услышали не только Евангелие через наши уста, но через наши дела. И это мы видим, как в вашей ситуации Господь обеспечил. Я знаю, что нелегко. Все равно вы не дома, вы в другом месте. Так что будем молиться. И я хотел бы, чтобы мы помолились за людей, которые в Харсоне, которые в этих оккупированных местах, и особенно людей, которые в Мариуполе. Пожалуйста, пастыр Сергей, если кто-то подключился попозже, пастыр Сергей из Новой Каховки. Это самый первый город, где российские войска пришли и оккупировали. И очень-очень сложная ситуация сейчас по Харсонской области, не только в городе Харсоне, но в Новой Каховке, в Каховке, в других городах. И как пастыр говорил, в одном из... в одном городе разбомбировали молитвенный дом. И я знаю, что много-много людей пострадали и страдают сейчас. Это в Снегайровке, кажется, что было. И я хочу, чтобы мы помолились. Я попрошу, по-первых, пастырский, проведите вы в нас молитвы, и я буду продолжать. Пожалуйста. Хорошо. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость, которую Ты являешь, Господь, для нашей страны. Спасибо Тебе, Отец Небесный, что Ты дал нам возможность выехать, Господь, и Ты дал нам возможность быть сегодня в безопасности. И пастырам, Господь, многим сегодня они также уехали, они сегодня в безопасности. Я очень Тебя за это благодарен, что наши семьи, наши дети, они в безопасности. Я также, Господь, благодарю Тебя за всех тех людей, Господь, которые участвуют сегодня, которые неравнодушные, которые участвуют в этом процессе, которые помогают сегодня даже какими-то, ну, какие-то миссии, Господь. Я благодарю Тебя за тех, кто дает гуманитарную помощь и дает это церквям, потому что церкви сегодня, Господь, они трудятся, и им это очень важно сегодня и нужно для того, чтобы люди, они узнали о Тебе. Я благодарю Тебя за всех тех людей, Господь, которые сегодня остались в оккупированной территории. Мы их благословляем, Господь, даем просто это терпение, даем выдержку, даем, Господь, просто не упасть сегодня в искушение и сохранить веру. Даем, Господь, сегодня силу противостоять сегодня этому злу, которое пришло сюда на нашу землю, Господь, во имя Иисуса Христа. Я знаю, Господь, что Ты есть Бог любящий, и Ты есть Бог, который любит людей, но Ты есть Бог, который наказываешь за зло, за злодеяние людей. Поэтому мы просим Тебя, Господь, чтобы открылись Твои суды для тех людей, которые сегодня пришли на нашу землю. Они пришли нас убивать, они пришли нас грабить, они пришли просто, чтобы мы исчезли с этой земли, чтобы мы не были как нация украинская. Поэтому я прошу Тебя, Господь, чтобы Твои суды открылись на этих людей. Они стали, Господь, посягать на имущество Господа, которое принадлежит церкви, которое принадлежит пасторам, на их имущество, Господь. Я прошу Тебя, чтобы, Господь, Ты вмешался в эту ситуацию и наказал всех тех людей, которые сегодня занимаются и распространяют зло по нашей земле и по нашей территории во имя Иисуса Христа. Открой, Господь, глаза этим людям, чтобы они увидели правду. Господь, освободи их от всякого этого духа лжи, который обольстил их сердце во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь. Аллилуйя. Также, Господь, чтобы Ты дал возможность, Господь, всем тем людям, которые сегодня в оккупации, чтобы они могли выехать, Господь, чтобы они могли уехать с этого места, Господь, и быть в безопасности. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл эти гуманитарные коридоры, Господь, для них во имя Иисуса Христа. Мы также, Господь, просим Тебя за Мариуполь и прошу Тебя, чтобы Ты разорвал, Господь, это кольцо этого окружения и сделал проход, Господь, проход к нашим воинам, которые сегодня защищают Мариуполь, которые там сражаются. Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты также, Господь, открыл этот путь для людей, которые там сегодня страдают. Они без воды, без еды, без пищи. Они находятся уже почти 40 дней. Также и наши солдаты, Господь. Они также без еды и без всего этого. Они там, на том месте, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты помог им, Господь. Обрати лицо свое на них, Господь. Защити их во имя Иисуса Христа. А если Ты не защитишь, Господи, то никто не сможет их защитить, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просто, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты смешал, Господь, эти все мысли, Господь, эти все планы, Господь, нашего врага, нашего противника. Во имя Иисуса Христа, Господь, просто пускай придет в их сердца этот страх, Господь, страх человеческий, чтобы они просто в страхе оглянулись и просто начали уходить домой-назад. Мы не хотим, Господь, чтобы они погибали. Мы хотим, чтобы они возвратились к своим семьям домой-назад, Господь. Возврати, Господь, свою родину, Господь, где их родина, где их ждут, Господь, их дети, их жены, где их ждут, Господь, их матеря и отцы. Мы не хотим смерти никакого человека, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал силу, Господь, нашим воинам, Господь, чтобы Ты поднял дух, Господь, их внутри, чтобы они были сильны, Господь. Аллилуйя. Чтобы у них могло получиться все. И чтобы Ты дал победу, Господь, нашей, Господь, армии и нашей Украине, Господь. Мы благословляем также нашего президента, Господь. Аллилуйя. Он, Господь, человек, посланный Господом. Поэтому мы Его благословляем. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал Ему мудрости, чтобы Ты дал Ему понимание и разумение во всем, что Он сегодня делает. Чтобы Ты окружил Его людьми благочестивыми, которые могли бы поддерживать Его руки в этом, которые могли бы привести Его к победе и всю страну к победе. Аллилуйя. Бог, мы просто благодарим Тебя за то, чтобы, Господь, Ты поднял экономику, Господь, нашего государства, чтобы все поля, которые были сегодня засеяны, они принесли плод и урожай. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил все церкви, которые сегодня занимаются, которые сегодня в сильной нагрузке идут. Они сегодня принимают людей. Они принимают сегодня беженцев. Они их кормят. Они их одевают, Господь. Они, Господь, их вдохновляют. Они проповедуют Слово Господне. Они, Господь, все делают. Аллилуйя. Потому что это только Ты можешь, Господь, это сделать. Если бы сегодня не церковь, где бы были эти все люди, Господь. Где бы они сегодня ночевали, где бы они сегодня ели, где бы сегодня это все происходило. Поэтому мы просим Тебя, чтобы Ты благословил. Аллилуйя. И дай возможности больше церквям. Аллилуйя. Открой сердца людей, которые могут сегодня помочь церквям, чтобы они это сделали во имя Иисуса Христа. Мы также благословляем именем Иисуса Христа все те народы, которые сегодня приняли наших беженцев, Господь. Это благословение для всех народов. Потому что, Бог, Ты презираешь, Господь, на пришельцев. И как с ними обращаются. Поэтому мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил те народы, которые сегодня приняли этих пришельцев с Украины. И мы тоже, Господь, сегодня, как странники и пришельцы, в другом городе, Господь. И нас принимают, Господь. И нас благословляют. И мы, Господь, благодарны за это. Спасибо Тебе, Господь, за всех этих людей, за все народы, Господь. Аллилуйя. Да благословится имя Твое Святое. И мы верим в Твою победу. Мы верим, Господь, что Украина, она будет новой страной. Она будет совершенно другим государством. Аллилуйя. И будет сильное влияние, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благословляем, Господь. Я благодарю Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Аминь. Слава Тебе, Господь. Аминь. Господь, благословляем пастора Сергея, его семью, пастора Виталия, всех пасторов, которые из Харсона. И в Харсоне, и в Харсонской области даже сейчас. Господь, мы молимся, чтобы Ты дал защиту, чтобы Ты, Господь, через их трудился, чтобы через них спасал людей. Господи, мы просим за каждого брата и сестру, которые на территории захваченной Харсонской области, в Запорожской области, Донецкой области, Луганской, Господи, во имя Иисуса Христа, даже в Харсковске, во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем свободу, во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем победу, во имя Иисуса Христа, мы связываем всякую нечистую силу дьявола, и во имя Иисуса Христа, мы запрещаем, мы запрещаем силы дьявола, которые хотят разрушить эту страну, которые хотят разрушить церкву, и делу Бога в этой стране. Господи, во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем спасение, пробуждение, освобождение. Господи, мир над Украиной, над весь территорией Украины. И, Господи, мы просим, чтобы ты изменил сердце президента Путина. Измени его сердце или измени его и поставь другого в его место. Господи, мы просим, чтобы был мир по Украине и по региону во имя Иисуса Христа. И запрещаем всякие демонские силы, чтобы больше не делали то, что делают. И, Господи, открой глаза в людей, и даже в тех, которые в России. Господи, потому что многие не видят, потому что их глаза закрыты, не видят то, что происходит, что произошло. Но, Господи, мы верим, что ты откроешь глаза, что ты установишь это, что делается этот геносит. Во имя Иисуса Христа мы просим, Господи, чтобы ты проявил силу, чтобы ты проявил милость твою, благодать твою. И, Господи, благословим каждого пастора, каждого волонтера, который даже сейчас может где-то в дороге везет людей или везет медицинские комитеты, везет пищу, воду, места, где нет даже воды на Донбассе. Господи, мы провозглашаем, что ты даешь нам защиту и просим, чтобы ты дал защиту каждому брату, сестру, который волонтерами трудится, оказывает помощь людям, скорую помощь, которые оказывают помощь пищи, помощь, вместо поселиться, Господи, благословим каждого пастора, каждого лидера, который трудится не только в зоне боевых, но, Господи, и в зоне свободы, где сейчас много-много беженцев. Помоги, Господи, этим братьям и сестрам, которые много труда ведут сейчас. Во имя Иисуса Христа обеспечь, Господи, обеспечить силою, благословением, благодатью, обеспечить продуктами, обеспечить защитой, обеспечить медикаментами, все, что нуждается, чтобы сделать далее эту работу во имя Иисуса Христа. Господи, есть люди, которые подключились, которые нужны в исцелении, и во имя Иисуса Христа мы провозглашаем исцеление над ними, мы выгоняем всякую болезнь, выйдя вон во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу, чтобы твоя рука была протянута, исцели прямо сейчас мужчин, женщин, детей. Господи, исцели сердца, исцели психологически, исцели внутри, духовно, исцели тело во имя Иисуса Христа, потому что ранами Иисуса Христа мы исцелены. Господи, если человек подключился, еще не знай Тебя как своего личного Спасителя. В этот данный момент я прошу, чтобы Ты спас его. Господи, во имя Иисуса Христа, этот человек кается, приходи Тебе спаси его прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Да, аминь, аминь. Пастор Сергей, спасибо огромное за ваше участие, спасибо, что вы поделились тем, что вы пережили, и я знаю, мы немножко опасны, мы стараемся прийти в заключение через час, немножко прояснили, но ничего. Я знаю, что есть люди, которые только что подключились, кто подключился, пастор Сергей, из Новой Каховки с нами сегодня на промо-эфире из Украины, и пастор Сергей сейчас в свободе, слава Богу. Но, конечно, его сердце беспокоится, волнуется, потому что есть много людей, которые страдают в Христовской области и в других местах по Украине. Его желание, конечно, помочь людям там. Он не мог остаться, но есть много людей, которые, они там, на месте. Братья и сестры, продолжаем молиться. Молитва ходатайства очень сильна и очень важна в этот момент. Пастор Сергей, когда начал, если бы подключился попозже, когда закончим передачу, вы можете возвратиться в начало, посмотреть сначала. Он рассказывал, как все это случилось, хотя он пастор, он служитель, но день-два он не мог даже, он в шоке не мог молиться, не читать Библию, не спать. Но все как бы в такой момент. И по этой причине, братья и сестры, мы должны продолжать молитвы за наших братьев и сестер, которые в таких ситуациях сейчас. Так что, брат Сергей, может, что-нибудь еще вы хотели бы добавить, и мы будем приходить к заключению здесь. Да, я когда уже ехал по дороге, то мне уже позвонила, позвонили новая администрация, вот, они представились как новая администрация, вот, они знают мой телефон, вот, они сказали мне, хотят со мной встретиться. Вот, но меня уже не было там на месте, я сказал, что я не могу, вот, но они ждут меня, говорят, приезжайте, мы должны с вами поговорить, как будем жить дальше. Вот, то есть, то, что мы чувствовали внутри, то и подтвердилось. То есть, они теперь ищут пасторов, для того, чтобы их склонить или сделать так, чтобы ихний план состоялся, который они хотят. Они хотят сделать ХНР, Херсонскую Народную Республику, и это закончится тем, что всех, всех тех, кто остался в Херсонской области, в оккупации, всех мужчин, их призовут в армию, вот, и верующих, и неверующих, всех, и пустят их, как пушечное мясо, сюда, на войну с Украиной. Ну, вот, такое завершение. Так что, еще больше, еще больше, о чем нам молиться, братья и сестры, будем продолжать, не можем остановить это, и мы продолжаем молиться, продолжаем, значит, миссии поддерживать братьев и сестер, особенно в местах горячих, где идет война, мы помогаем с продуктами, с медикаментами, помогаем, чтобы вывозить людей, и так что, братья и сестры, мы должны делать то, что возможно, помочь в этот момент. Если часть тела Христова страдает, все тело страдает, и эта часть тела Христова на Украине, они нуждаются сейчас в наших молитвах, и будем молиться. спасибо, брат Сергей. Я хотел поблагодарить Вольтера Зигаревича за его помощь, потому что нам действительно была оказана помощь, и это были продукты питания, это были медикаменты, которые мы передавали братьям и сестрам, которые в этом действительно нуждались, поэтому спасибо Господу за вас. Ну, спасибо Господу, и благодарим тех, которые участвуют и поддерживают, и мы далее будем поддерживать это наше объявление. Нам нужно это делать, мы обязаны перед Богом служить один другому, и спасибо, брат Сергей, и, пожалуйста, кто смотрит эту передачу, поделитесь, чтобы другие узнали, что делается, но не только, чтобы имели информацию, но больше всего, чтобы они молились, молитва очень-очень сильна. Я знаю, что если продолжили эту передачу, брат Сергей назвал бы момент за моментом, как Господь ответил на молитву, как чудесам и Господь ввел их, ввел их, и, но есть еще многие, которые там, и они в нужде молитвы, так что продолжаем молиться за всю Украину, но особенно за эти места, как Мариупол, Донбасс, Херсон, Миколаев, Миколаев сильно-сильно ударен, но молимся и знаем, что Господь дает защиту. Мы знаем, что через молитву мы видим, как ракеты иногда падают, не разрывались, видимо, которые бомбы упали, не разрывались. Мы знаем, что многие пострадали, но есть свидетельства и продолжаем слышать свидетельства о чудесах Божьих, где кто-то заехал с продуктами, медикаментами и буквально несколько минут или секунду после того, как они выехали, там упала какая-то бомба или ракета, срана. Так что видим, что Бог отвечает на молитву, но по этой причине братья и сестры продолжаем молиться и молиться и молиться. Бог дает защиту. Но не только просить, чтобы Бог давал защиту, чтобы один пастор вчера из Харкова я по-английски делал интервью с ним, он говорил, молитесь, чтобы Бог убирал у нас страх, чтобы у нас не был страх, чтобы мы дали трудился, потому что между бомберками они выходят из здания и раздают пищу. Так что это день за днем. Но они смело это делать, это нелегко. Но мы должны молиться, чтобы Бог давал защиту. И Бог дает защиту, но Бог действует в ответ на молитву, молитву с верой. Будем молиться, будем верить. И только просить защиту, чтобы Бог обеспечил, но мы должны сражаться в войне духовной, другими словами употреблять авторитет, власть, которую дал нам Господь во имени Иисуса Христа. И это связывать нечистые духи, это воевать против поднебесных сил, казней дьявольских, которые хотят разрушить эту страну. Не только эту страну, они хотят установить церковь Иисуса Христа. Но этого не будет. Иисус строит свою церковь и будет строить свою церковь, и церковь восстает в всякой ситуации и будет иметь еще больший рост. Я верю, что увидим большое пробуждение по всей территории Украины и не только по Украине, но пойдет по всему миру. Так что спасибо еще раз, пастор Сергей. Пусть Бог благословит вас, вашу жену, вашу семью и пастора Виталия. Привет пастору Виталию. Мне немножко с ним говорил на этом епископам, пасторам, ваше объединение. Пусть Бог благословит вас и далее будем молиться. С Господом. С Господом. С Господом. И, братья и сестры, не забываем, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Он не изменился, не изменяется, и он продолжает отвечать нам, отвечать на наши молитвы с Господом. С Богом. Господом. Продолжение следует... С Богом.